всем привет мы в лаборатории нашего брательника точнее что то что осталось от бассейна теперь это используется лаборатория давайте смотреть что здесь есть прежде чем впустить сюда наших девушек неудивительно что ты всегда носился с безумными идеями чё это конопля марихуана что это выращивает бассейн принадлежал тебе с 1999 почему же ты мне не сказал был то что он не хотел так ладно что-то написано договор о покупке бассейна бредбери уилл все твои документы на покупку бассейна бредбери я сложила в эту папку иначе ты их непременно потеряешь я проследила чтобы покупку нельзя было связаться с средствами своего исследовательского гранта не знаю что ты задумал и меня это не касается но мы знакомы достаточно давно так что я скажу я верю что ты знаешь что делать но не могу притворяться будто меня это не беспокоит тебя такие перспективы а ты вдруг делаешь такой резкий поворот я даже приблизительно не могу понять что-то выдвижет в последнее время я сдержала обещание не сказал об этом джеку и вообще никому но он о тебе беспокоиться даже если не знает как это показать ты уже несколько месяцев не давал ему о себе знать ты нужен ему твой адвокат и друг эллисон канингем 99 год 20 марта да много там денег было в этом гранте наверно так что у нас тут платежка на 12 тысяч долларов за грузоперевозки не похоже чтобы отсюда только старые коробки вывозили так счет за услуги риверпортской службы конфиденциальных перевозок без лишних вопросов вы пакуете мы перевозим забавно трупы можно им наверно скидывать так сроки перевозки с 1 марта по 28 марта 90 этого года мастерская уилла джойса industrial lane 821 риверпорт кому бассейн бредбери бредбери с 3261 риверпорт имя клиента уильям джойс особые указания очень хрупкие коробки содержимых официально не не осматривать упакованные коробки только погрузки выгрузка с нас грузовиков в течение 17 дней до 13 тысяч долларов 17 12 713 долларов 17 грузовиков но походу всю лабораторию свою вывез сюда так 17 мая 98 года говорит уильям джойс я впервые испытываю машину на животных а именно на моем любимом хомяке шрёдингере чтобы куда где он куда он делся блин шрёдингер иди куилле ну же ну давай все хорошо все хорошо ну что ж мы наконец отправляем шрёдингера в машину по коридору по часовой стрелке при этом он должен перенестись на пять минут в будущее то есть появиться вновь ровно через пять минут после попадания в машину прошло три минуты никаких признаков шрёдингера отличный знак 2 минут осталось и так судя по всему да точно он просто посидел пять минут в коридоре и насрал в трубу в общем я понял в чем главная проблема моего эксперимента мой хомяк дебил супер так машина греется второе испытание можно будет начать примерно через пять минут 15 секунд теперь ясно что самым точным испытанием будет путешествие в прошлое машина настроена на пять минут назад а это значит что он теперь побежит по коридору против часовой стрелки а когда добежит до другого как твою мать чтоб меня сработало это это же доказательство того что я передо мной хомяк из будущего который вернулся на пять минут в прошлое шрёдингер познакомься с собой из будущего укусил меня засранец точно пол сломал время а тут своими хомяками какого черта ты тут делал братец отправлял крыс путешествовать во времени ну почему нет так тут мы все посмотрели где-то в начале что-то было и апгрейд где-то здесь есть апгрейд он нас за дверями наверно за дверью где мы апгрейд а вот мы апгрейд отлично это чуваки с кубком еще какие-то чуваки без кубка а ну правильно даже бассейн господи пловцы все верно как тебе сказать все хорошо у нас так тут ты открыть пока не хочешь да да только подожди так что у нас тут 4 июля 2010 какого хрена это видео для тебя ты убеждал меня не ходить в остерскую но я не мог все оставить вернулся забрать его а там как ураган прошел противовес и исчез его забрали чёрт сейф пуст мне надо знать у тебя он или нет потому что есть он попадет не в те руки его сила неизмерима от него зависит наше будущее жизнь людей неужели мы старались зря ты знаешь где я пожалуйста поторопись из видео было ясно что он знает бет я задумался что еще она скрывает ну наверное то есть наш дневник 4 июля 2010 бэт уайлдер это видео для тебя ну да то что мы просмотрели окей хорошо у нас еще и дневник джека зур вы говорили что уже бывали в мастерской уильяма что вас туда привело он продал наш дом чтобы закончить противовес без моего ведома я просто озверил когда узнал мы три года не общались он телефон не брал я думал он подсел на что-то или проигрался вы узнали правду я даже не пытался встретил его у входа и закатил скандал сказал что это он во всем виноват причем видел что он хочет объясниться но не слушал терпение лопнуло понимать вот бы мне тогда держать себя в руках теперь следующий вопрос ну ты не держал туда себя в руках вот она расплата так что у нас тут еще попробуем еще раз не но странно-то да ладно надо наверное девушку девушек впустить ну что бы знаешь куда идти давай осмотримся внизу молодец уже а теперь расскажи мне откуда знаешь вы его я не знакома с твоим братом а я вот тут один видос посмотрел так там по-другому выходит ты о чем джек сама посмотри в той комнате интересно если пьем открыл мы пошли бы вместе она был бы какой-то другой диалог прикольно чё тут ищешь ну давай давай смотри это записка адресована мне 4 июля 2010 бэт уэлдер это видео для тебя ты убеждал меня не ходить в мастерскую но я не мог все оставить вернулся забрать его а там как ураган прошел противовес исчез и его забрали счет каково сейф пуст мне надо знать у тебя он или нет потому что если он попадет не в те руки его сила неизмерима от него зависит наше будущее жизнь людей неужели мы старались зря ты знаешь где я пожалуйста поторопись ну 2010 ё-моё о чем он говорил он записал это для меня в 2010 что за черт и сказал что противовес исчез хреново надо разобраться давай искать дальше помоги отодвинуть давай джек на видео твой брат обращается ко мне но я никогда в жизни его не встречала а он видишь уверен что его противовес у тебя если бы но он сказал что 4 июля 2010 года противовес у него украли но я надеюсь тут мы узнаем кто это сделал вряд ли хотя все может быть право нажать на кнопку принадлежит тебе я сначала осмотрюсь лучше нажимальщики на кнопки ну что ж мы почти все апгрейды нашли это хорошо это не может не радовать так что-то еще интересное здесь наверное где-то может быть а может и не может это же да похоже на то вторая машина времени это все меняет если она заработает то и противовес не потребуется мы просто все исправим а что если вообще предотвратить разлом вернемся во вчера все наладим еще до того как вся эта хрень начнется никто не умрет пол не полезет в машину монарха не будет то есть разлома не будет подожди джек надо это как следует обдумать так не я войду в машину как пол в университете я помогал ее настроить запустить ядро установить коридор и потом просто ввести дату это возможно бет не уверена что мы обойдемся без противовеса но ты прав машина нам понадобится вот именно начнем с ядра никто не хочет разъяснить совсем никто я видел эскизы этой машины у него в мастерской видимо он спрятал ее тут пояснения все еще приветствуются так управление ядром где она эми что это боюсь ты мне не поверишь ну за последние два часа я узнала что у монарха есть личная армия это машина времени это машина времени удаляется правда я гляжу вас не смущает что тут все держится на честном слове и на скотча в буквальном смысле на скотче ладно согласна отличная идея конечно что может пойти не так Что ты имеешь против скотча? Синим скотчем можно весь мир держать. Так, давайте начнем все исследовать потихонечку, то я боюсь, сейчас что-нибудь кому-нибудь скажу и начнется. Судя по чертежам, противовес он проектировал 11 лет с 99 по 2010. Само по себе это не удивительно, но машину времени-то он собрал за два года. А с планом мы сверялись? Он ведь нам отметил, где что? Так, а это что у нас? Чертежи исписаны рукой Уилла. Это он все сделал. Все собрал. В монархии узнали про нее вскоре после завершения сборки. В 1999. В 1999. В 1999. Они полагали, что ее вскоре уничтожили. Видимо, Уилл хотел, чтобы они так думали. Эй, Джек! Пойди сюда, взгляни на этот монитор. Все панели на вид, как из прошлого века. Блин, вот умел же он усложнить себе жизнь. Так, а там что у нас вдалеке? Джек, взгляни-ка сюда. Нашел там что-нибудь? Нет, ничего понятного. Как им удалось держать это все в тайне? Семнадцать лет искали и не нашли. Статья. Родители погибли в автокатастрофе в Риверпорте. Риверпорский район Брэдбери потрясла трагедия. В автокатастрофе погибла супружеская пара Энтони и Кэтрин Джойсов. Авария произошла рано днем, рядом с домом погибших на Принстон-стрит. Кэтрин Джойс, управлявшая машиной, столкнулась с другим автомобилем, после чего, не справившись с управлением, врезалась в телеграфный столб. Другой водитель скрылся с места ДТП. Джойсы были известны в районе Брэдбери как достойные члены общества. В прошлом году они были отмечены мэром за свои достижения в области благотворительности, в частности за акцию по помощи больным рассеянным склерозом, которую Джойсы устраивают ежегодно с 1993 года. У погибших осталось двое детей. Многообещающий молодой физик доктор Уильям Джойс и несовершеннолетний Джек Джойс. А в воскресенье будет проведено упоминальное ночное бдение в память об Энтони и Кэтрин. Оно объединит в это трагическое время скорбящую семью друзей и соседей. Ну и ясно, заметочка о наших родителях. Так, а вот еще один апгрейд. Ну все супер. Ладно. Пойдемте дальше искать всякую интересную инфу. Блин, мне в этой игре реально искать инфу нравится даже больше, чем убивать всяких чуваков. Ну, очередная большая переписочка. Окей, давайте. Так, Уильям Джойс пишет Бэт Уайлдер в 2010 году. Его нет противовеса сейчас. Что случилось? Срочно мне позвони. Пишет он ей. Пишет он ей. Номер, который ты дала, отключен. Да где же ты? Эй. Прошел целый год. Тебя до сих пор не отвезти, и ты знаешь, где меня найти. Интересно. Я уже не надеюсь, что ты слышишь меня. Не знаю, зачем я это пишу. Может быть, для очистки совести. Когда ты вошла в мою жизнь, ты изменила ее. Я посвятил твоему делу больше десяти лет. Я пожертвовал всеми отношениями, какие у меня были. Оттолкнул всех, кого любил. И все ради лжи. Нет никакой угрозы. И никогда не было. Я должен был заставить себя поверить в это. Только тогда я смогу жить дальше. Только тогда я смогу вернуться к нормальной жизни. Это прощальное письмо. Оу, это интересно. То есть, она его склонила к тому, что нужно делать, когда он совершенно не знал об этом. Бет Уайлдер, это точно она? Я ее видел. Причина разлома существует. Она здесь. Ты еще там? Это уже 2016 год. Он все еще пишет ей. Так, и последнее письмо. Бет. Время пришло. Момент настал. Все, о чем ты меня предупреждала, вот-вот осуществится. Пожалуйста, дай мне знак, что ты еще там. Успокой меня. Скажи мне, что противовес у тебя. Я тут с ума схожу. Я гадами пытался убедить себя, что ты все это время была не права, что я зря создал противовес. Я пытался вернуться к нормальной жизни, но теперь вижу доказательства. Пол Сарин позвал меня консультантом на свой проект в университете. Они построили ее. Они построили другую машину времени, почти точную копию моего проекта. Но со значительными ошибками в расчетах. Как ты говорила. Если они запустят эту машину, разлома не миновать. Ага. Вот в чем дело. Значит, они просто построили плохую машину. И вместо того, чтобы помочь им ее сделать нормальную, ты решил сразу делать... Нет, не он решил. Ты его надоумили. Ох уж эти временные петли. Ладно. Как такое возможно? Как они могли так близко скопировать мой проект? Кто-то следил за мной все это время. Это был вопрос, да. Кто-то следил за мной все это время. Кто-то невидимый дергает за ниточки. За мной следят. Сначала я думал, что у меня паранойя. Но это не так. За каждым моим шагом следит один человек. Я незаметно сфотографировал его. Навел справки. Его зовут Лайнберг. Он работает в службе безопасности Monarch Solutions. И я впервые заметил его несколько недель назад. Но ведь это может продолжаться уже годами. Что ему нужно? Что он знает? Какое имеет ко всему этому отношение? Мне нужны ответы. Я уже не знаю, кому можно верить. Я не знаю, кто еще в этом замешан. Что ему нужно? Зачем ему это? Ответь мне, пожалуйста. Я хочу знать, что не одинок. Если то, что ты когда-то мне сказала правда, разлом может быть неизбежен. Но я не хочу безучастно его дожидаться. Сперва я должен знать, что противовес в безопасности. Короче, тут начинает накаляться. Кстати, вот заметьте. Они такие интересные сюжетные ходы. Выкладывают просто вот в компьютерную переписку. То есть, ну, в принципе. Я подозреваю, что многие игроки даже не читали всего этого. Потому что, блин, читать западло. План лаборатории машины времени. Ну так. Так все планы, если честно. Так, что ты хочешь? Девочка. А здесь что? Статья многообещающий физик. Успехи ревертпортского физика. Доктор Джойс и доктор Майер Мейер обрели широкую известность в этом году, когда их статья о предполагаемом существовании хронополя стала второй теорией по интенсивности обсуждения в сообществе квантовых физиков после Бозона Хиггса. Уильям Джойс, родившийся и выросший в Риверпорте, не удовлетворился простым участием в дискуссии. Решил найти доказательства своей теории. Предположенный им следственный проект был удостоен престижным грантом от фонда Гарльда Стейнберга в размере 150 тысяч долларов. Ага, вот на что он спустил все деньги. Ну, в смысле, вот на что мы видели. А вот какие деньги он получил. Доктор Уильям Джойс официально стал самым молодым получателем этого гранта в истории. Подробности предложенного им исследования остаются неизвестными, но вполне вероятно, что Джойс намерен продемонстрировать явное доказательство существования так называемого поля Мейера Джойса, а также возможности практического применения и манипуляции этим полем. Был разработан график исследований, в котором сроком готовности работы к обнародованию указан начало 90-х годов. Мы продолжим следить за работой Уильяма Джойса в рамках нашей серии. Вообще, конечно, немножко глупая ситуация получается, что реально он изобрел машину, но из-за ошибок в расчете другой машины ему пришлось бросить исследование и заняться тем, чтобы починить все это. Так, а что у нас осталось, кстати? Документ у нас, остался один документ. Ага, я даже вижу его. Я думаю, вот он. Тут говорится, что надо обнулить ядро. Ага. А как оно выглядит, не говорится? Круглая штука посередине, наверное. А вот и последний этот самый. Сейчас дочитаем и начнем педокурить. Ой-ой-ой-юшки. Что это за хрень? Так, путешествие во времени для обычных людей. Руководство путешествий во времени. Стандартный рабочий заголовок. Автор Уильям Джойс. Примерные наброски. 28 февраля 1990 год. Ну что ж, посмотрим, что он считает важным для этого. Вступительная речь. Начать с шутки. Пошутить про кота Шрёдингера. Он спрашивает, да. Примечание. Найти подходящую фотографию кота. Примечание. Без фотографии кота. Здесь не про науку. Маркетинговая фигня. Машина времени работает. Возможности безграничные. Дайте денег. Готовить публику к известию о существовании машины времени. Зависит... Следующий пункт. То есть, зависит от результатов первого испытания на человеке. Оно будет сегодня вечером. Так, следующий пункт. Выводы, факты. Изложить так, чтобы было понятно троечникам с деньгами, которые обязательно захотят инвестировать. Следующий пункт. Цель для руководства. Объяснить троечникам, как и почему работает машина времени. Примечание. Сделать вычетку. Удалить все упоминания троечников. Обзор машины. Как начались исследования. Намекнуть на исследовательский грант. Всякая фигня. Сообщество и инвесторы. Примечание. Благодарить Джека за терпение. Пообещать, что теперь я буду о нем заботиться. Как мило. Примечание. Слишком личное. Следующий пункт. Общий обзор машины времени. Следующий пункт. Части. Так, потом. Следующий раздел. Хрононы. Примечание. Это всем пофиг и непонятно. Пропустить. Окей. Как проходит путешествие во времени самыми простыми словами. То есть, объект включает машину времени. Шаг 1. Ядро. Шаг 2. Коридор. Окей. Объект задает нужную дату прибытия. Объект входит в коридор. Сравнить коридор по форме с пончиком. Примечание. Пошутить. Есть такой пончик. Не надо. Возможные побочные эффекты. Перенасыщение охранными. Неизбежная медленная смерть. Примечание. Шутку убрать. Объект движется по коридору. Идем по коридору. По часовой стрелке. Путешествуем в будущее. Идем против часовой стрелки. Путешествуем в прошлое. Как часы. Окей. Объект пребывает в другое время в будущем или в прошлом. Пространственно-временной континуум. Путешествие в пространстве. Путешествие во времени не портал. Место прибытия пространственно не всегда совпадает с местом отправления. Путешествие. Путешествие во времени связано с ядром вращающейся черной дыры. Примечание. Объяснить сначала про ядро. Примечание. Не. Нафиг надо. Потом сравнить ядро с автомобильным двигателем. Примечание. Поизучать автомобильный двигатель. Объект прибудет в то место в будущем прошлом, где находились в это время машина времени ядро. В это время? А если они нигде не находились, то что-то, а? Хе, окей, ладно. Нельзя попасть в то время, в котором машины и ядро не активны. О, как! То есть, существование машины открывает двери во времени, но не можешь уйти дальше, чем... Блин, это интересная теория, кстати. И она позволяет как бы контролировать перемещение во времени. То есть, вы не... Ну, там, не отправитесь в средневековье и не захватите его и не из, там, не знаю, с помощью новых технологий и не измените ход истории. Блин, это прикольно. Интересная, интересная тема. Нельзя попасть во время до первой активации ядра. Да. Примеры принципов путешествия во времени. В 1990 году впервые активировано ядро машины времени. Машина времени находится на острове. В 2000 году та же машина времени с тем же ядром перевезена в цирковой купол. Тедди входит в машину времени в 1990 году и отправляется в 2000. Он выходит из машины и отказывается в цирковом куполе. Примечание. Подобрать примеры получше. Цирка не надо. Тедди не может отправиться в прошлое дальше 1990 года, потому что тогда ядро еще не было активно. Если какой-нибудь умник вздумает шутить про то, что нельзя вернуться в прошлое и убить Гитлера, буду биться башкой об стену. Хе-хе-хе. Может шутку про динозавров? Объяснить, что динозавров смотреть не получится. Не лажа. Не, лажа. Замкнутые циклы. В теории все действия, произошедшие из-за путешествий во времени уже учтены. По идее, прошлое изменить не получится. Любая попытка изменения уже встроена в цепочку событий. Все уже было. Объяснить принцип самосогласованности Новикова. Пока у них мозг из ушей не потечет. Прикольно. Метафора для объяснения замкнутых циклов. Время – это яйцо. Блин, да. С этим яйцом, конечно. Яйцо можно перемещать в пространстве, но куда его не положишь. Вылупится один и тот же цыпленок. Примечание – очень плохой пример. Яйцо уже можно сожрать нахрен. Ай, блин, хрен знает. На столе лежит яйцо. Вы выходите из комнаты, возвращаетесь, а яйцо лежит разбитое на полу. Вы не знаете, как это случилось, но вас это огорчает. Яйцо было для вас важно, потому что придумать потом логичную причину. Вы отправляетесь в прошлое, чтобы не дать яйцо разбиться. Прибывая в прошлое, вы бежите бегом к столу, случайно задеваете, яйцо падает и разбивается. Вы вызвали то самое событие, которое старались бы отвратить. Замкнутые циклы. Что за бред? Почему у меня все примеры про яйца? Не знаю, чувак. Замените яйцо на что-то другое. Ну, блин. Стакан мог бы. Не знаю. Ваза. Да все что угодно. Блин, классные у них тут документы. Я не знаю. Вот я вам это все зачитываю. А если бы это игнорировать, это потом будет в игре как-то рассказываться. Каких-то может роликах, еще где-то что-то. Но ведь это важно. Ну, я так считаю, что это важно. Как бы. Может быть, это одному мне важно. Не знаю, но... Где наша вторая телка? Где Бет? Что за нахрен? Что за нахрен? Так, знаете что? Давайте... Раскручивать это ядро и бегать по пончику. Пытаясь спастись яйца уже в следующей серии. Я думаю, сейчас самое то время, чтобы остановиться и оставить эксперимент на следующую серию. Я думаю, будет круто. Я больше чем уверен, что будет круто. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Пока-пока.